Тема проповеди «Ты служишь Богу или ходишь в церковь?» Часть третья. Служение вообще это действие. Это активный образ христианской жизни. Это когда мы что-то делаем ради кого-то, но во имя Бога. Когда мы служим, участвуем в нуждах других людей, но мы это делаем как для Господа, а не просто как для человека. Мы не движимы просто эмоциями, обстоятельствами или какими-то призывами, но как зрелый христианин мы понимаем, что каждый верующий, он призван служить и жить не только для себя. Я знаю, друзья, что подобные темы, они вызывают у нас неприятную реакцию. Когда нам, людям, верующим, говорят, что нам нужно делать, то нам намного больше нравится, когда звучит тема, «Как я могу получить помощь от Бога?» Или «Как заставить Бога решить мои проблемы?» Правда? А когда темы звучат «Нужно действовать, нужно служить Богу», хочется сказать, ну, сами понимаем, свое наше внутреннее состояние, оно как будто бы нам подсказывает, что у нас внутри. Но если, прослушав первую и вторую часть этой серии проповедей, если даже ты начал молиться о том, «Господи, помоги мне найти мою роль, мое служение в твоем теле и в твоей церкви, ты уже на правильном пути». Главная мысль, если подытожить все, о чем мы говорили с вами, заключается в том, что каждый верующий на основании Писания, он сравнивается с органом в теле или с членами тела. А значит, каждый верующий должен приносить пользу в церкви, и каждый имеет свое предназначение. Напоминаю, Ефесянам 4,16. Там написано «все тело», это имеется в виду «все верующие», вся церковь Иисуса Христа, вместе составляемая, совокупляемая при действии в свою меру, то есть каждому у нас разные уровни и разные способности и силы, в меру каждого члена церкви. Новый перевод написано, «когда каждая отдельная часть, каждый отдельный человек действует как следует, то все тело растет». Обращаю ваше внимание на слово «каждый», «каждый» без исключения, независимо от положения, от статуса, от возраста, от образования, каждый человек, который считает, что он верующий и принадлежит церкви Христовой, в меру своих сил. Нам остается только найти наше призвание, найти свой талант и служить этим Богу и людям в церкви и в теле Христовом. В предыдущей первой и второй части мы с вами прошли причины, почему люди не служат Богу. Первая причина – не понимают свои роли в теле. Вторая причина – думают, у меня нет особых даров, талантов, я такой стеснительный. Третья причина – обида. Я не служу, потому что я обижен на церковь, на руководство, на Бога, на людей. Или же люди думают, я уже свое отслужил, пусть там молодые. Четвертая причина, почему люди не служат Богу – неподходящий сезон в жизни. Мы с вами говорили о том, что у нас у всех есть сезоны. Например, маленькие дети, пока в памперсе не могу служить, не могу их самих оставить, или работаю по воскресеньям временно, а нету ничего более постоянного, чем временно. Готовлюсь к экзамену, студент, не могу, женился. Я у вас здесь в церкви пока вот новенький, рассматриваюсь, пытаюсь найти себя. И так получается по жизни. Сначала я учусь, потом я женился, потом у меня маленькие дети, потом работа, потом я старый. И всегда свой сезон. Интересно то, что Бог создал сезоны, и сезоны именно Бог придумал так, что они должны меняться. Если даже сейчас ты проходишь сезон в жизни, что ты пока по каким-то причинам не можешь служить, то самое главное, чтобы не застрять в этом сезоне. Потому что Бог сделал так, что сезоны работают обязательно, изменяются. Если есть зима, значит будет лето. Если весна, значит будет лето. Зима когда-то закончится. Но у нас часто бывают в жизни разные сезоны, разные причины и наши оправдания. И бывает так, что в нашей жизни сезон, что я служу Богу, так никогда и не наступил. И мы с вами подходим к третьей нашей части. И к пятому пункту. Я не служу Богу или в церкви, потому что мне не дают служить. Я думаю, что когда люди говорят о том, что мне не дают служить, уже из маленького опыта я скажу, что чаще всего люди подразумевают под этой фразой, что имеется в виду, мне не дают служить именно там, где я себя вижу. Мне не дают именно ту позицию, на которой я хочу быть. Или мне не дают то призвание, которого я считаю я достоин. Вот почему как бы мне не дают служить. Потому что человек хочет служить именно в той сфере, где он себя видит. Но это не всегда соответствует, не всегда сходится с результатами. Человек может что-то делать, но главное же нам не просто делать что-то, просто быть занятыми. Главное, чтобы это приносило плоды и результаты, правда? Точно так же и в служении. И по этой теме хочется задать вопрос, а как насчет того, чтобы служить там, где есть нужда? Просто первое легкое действие. Служить там, где есть нужда. И в Фессианам 4 с 11 глава написано, Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, иных учителями. Видим мы с вами разнообразие служений. Бог заинтересован сам, чтобы люди были в служении. Бог сам ставит людей на служение. И дальше написано, к совершению святых. Давайте остановимся здесь. Когда мы думаем о пасторах, о учителях, о разных евангелистах и так далее, о духовных лидерах, как мы думаем, зачем они даны? Я думаю, что мы в большинстве согласимся, что мы думаем, что эти духовные служители, лидеры, они даны нам, чтобы решать часто наши проблемы. Моральные, эмоциональные, духовные, разные. Если не у нас, то у детей наших. Как-то направлять нас, вдохновлять, утешать, ну и нам давать. Но смотрите, интересно здесь, очень глубокая мысль, которые я никогда раньше не замечал. Вот зачем они даны. Вот эти люди, поставленные Богом, к совершению святых, внимание, все внимания, кто в эфире смотрит, на дело, вместе скажем, служения, для чего? Для созидания моей церкви, для созидания тела Христова. Новый перевод написано, Он сделал Бог так, чтобы подготовить людей, Божьих, верующих, если ты в этой категории, это к тебе относится, подготовить к чему? К служению. Зачем? Ради укрепления тела. Ради того, чтобы моя церковь была здоровой, сильной. И есть моя роль, которая от меня зависит. Вы представляете, что Бог заинтересован в том, чтобы людей подготовить к служению. Для этого Он дает и учителей, и пастырей, и духовных лидеров. Вас не удивляет, почему мы в нашей церкви уже третий раз, третье воскресенье, третью серию проповедей слушаем? Друзья, нужно идти в служение. Друзья, нужно оставлять зону комфорта. Друзья, если вы просто ходите в церковь, это не есть служение Богу. Мы не призваны просто только ходить, в церковь, хотя собрание не нужно оставлять. Но мы должны и в нашем собрании также отдавать пользу, приносить другим. Вот почему мы третий раз говорим вроде бы на одну и ту же тему. И как вы думаете, сколько процентов из присутствующей нашей церкви, скажем, 800 человек, задействовано в служении? Но вы понимаете, да, что можно говорить три раза, и четыре, и пять. Но как важно здесь, друзья, услышать это сердцем, чтобы этот Дух Святой сказал лично тебе, чтобы у тебя произошла встреча с Иисусом Христом. Вся задача подвести человека к встрече с Иисусом Христом, не просто знать о Иисусе Христе. Потому что, когда человек встречается с Иисусом Христом, это всегда побуждает его к действию. Я об этом покажу в конце проповеди. Встреча с Иисусом Христом всегда, как результат, человек начинает действовать и просто жить ради Бога, разворот в другую сторону. Жил, 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 был верующим и стал по-другому жить. И дальше здесь написано приготовить людей к служению. Кстати, по-английски написано «for equipping of the saints for the work of ministry». То есть, снарядить людей снова к служению. Вы знаете, кто не знает, у нас в церкви есть видение, которое выражается в двух словах. Grow and go. Это расти и идти. То есть, первая цель всех верующих нашей церкви это духовно вырасти, духовно достичь зрелости. Зачем? Чтобы обязательно и по-любому пойти и начать действовать. Чтобы обязательно по-любому найти и начать служить. Вот в этом цель. А пока человек не начал служить, значит, он еще в процессе роста. И это сходится вот с этим местом Писания, которое я только что прочитал. И интересно, здесь написано «Это все нужно для того ради укрепления тела». Ведь там написано ради укрепления тела. То есть, церковь встает сильной. Сильной. Мы часто думаем, что церковь сильная, если там пастор сильный, если там музыканты крутые, если там, не знаю, проповедники хорошие, если там у них здание, там у них куча разных там кружков. Нет, друзья. Церковь сильная, когда там органы живые, они на 20%. Сильная церковь, когда там люди верующие, они задействованы в ней. Они не просто прихожане, они там живые члены тела Христова. Если вы пробовали найти служение в церкви, и вы как-то почему-то не зацепились, здесь кажется, все так налажено, я вам приведу, напомню вам о том, как вы когда-то раньше искали работу. И помните, что вы заполняли анкеты, аппликации, проходили интервью, и вдруг вам отказали, и третий раз, и пятый раз, и вы решили, ну, плюнуть на это все, и буду сидеть дома, я им предлагал. Правда? Но когда вы ищете работу, вы не успокоитесь, даже если вы прошли 10 интервью. Правда? Вы будете искать до тех пор, до тех пор, когда? Пока не найдете работу. Вот так же, друзья, работает этот принцип в духовном мире, в служении. Если я хочу, то не надо мне доказывать, докажи себе и Богу, что я хочу, Господь, тебе служить. Все. И ты обязательно, обязательно найдешь себе место, где ты будешь полезным в теле Христовом. Настоящий служитель, или по-другому зрелый, верующий, он обязательно будет активный, где бы он не жил, в какую церковь он бы не ходил. Без особого поручения он будет работать, и церковь будет чувствовать от него пользу. Вы согласны, что здесь есть люди, от которых вы хоть как-то, хоть где-то чувствовали пользу. А есть люди, которых кажется, они есть, хорошо, что они есть. А дальше без комментариев. Дальше написано, можно привести такой пример из человеческого тела, когда, например, сердце, и делают иногда пересадку органов, разных органов в теле, сегодня в медицине, когда орган пересаживают в другое тело, то сердце не умеет делать ничего другого, как биться и качать кровь. Хоть его пересадив в другую церковь, в другое тело, предназначение, все, вот моя функция биться и качать кровь. Вот точно так же и люди верующие, зрелые, куда бы ты их не перевез, он знает, что у меня есть функция, по-любому она должна быть. Это как с теми талантами, помните, когда раздали таланты, кому-то пять, кому-то один, но тот, который закопал и сидит и думает, что вот я, хорошо, что я здесь, просто сидит здесь, сохранил, вроде бы самого себя сохранил. А помните, что ему было сказано? Нет, ты ленивый, ты ленивый раб и лукавый, ты не можешь просто сам себя тут гречь и беречь, тебе нужно еще и других греть. Поэтому, друзья, настоящий служитель, не по титулам, а по состоянию духа, он будет служить по-любому, он найдет церковь, или же он будет служить за пределами церкви, за стенами церковного здания, но по-любому будет, потому что служение это не только и не обязательно на сцене, это и кухня, и парковка, и дети, и еду варить тем, кто нуждается, детей смотреть. Самое трудное служение это постоянное, это будние. Поэтому, пункт, который мы с вами сейчас прошли, это мне не дают служить. На самом деле, это зависит от твоего состояния сердца. Причина в другом. Шестой пункт, почему люди не служат Богу, потому что они иногда проходят времена скорби, времена материального какого-то сложного процесса, или болезни, или человек кого-то близкого, родного похоронил, может быть, семья разрушилась, может быть, человек болеет, разного рода потери, удары, предательства, плохие отношения, горе, скорбь, беда в доме. В таком состоянии трудно даже дома мыть посуду, а тут еще надо где-то, кому-то служить. Так вот, друзья, именно вот этот данный сезон скорби или трудностей в вашей жизни, именно он поможет вам выйти из вашего тяжелого состояния. Это не просто мое мнение, я сейчас покажу местописание. Именно ваша активность в теле Христовом поможет вам выйти из вашего тяжелого состояния. Это все равно, друзья, как после операции, знаете, человек порезан и побит, а ему говорят, вставай на терапию. Вау! Я же порезан, я побит. Вставай и двигайся, иначе будут пролежни, от которых ты сгниешь. Вау! Физически понятно. Приблизительно те же принципы и в духовном мире. Вставай. Я побит, болит, я понимаю не тот сезон. Именно в этот сезон тебя заставляют ходить. Если будешь ходить, будешь служить, выживешь. А чем больше будешь лежать, ожидать, тем труднее будет выйти из этого состояния. Римлянам 12 глава с 11 стиха написано. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби, будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых, принимайте участие. Ревнуйте, будьте гостеприимны. Очень много информации и очень глубокие уроки здесь нам дает Писание. Первое, Римлянам 12 глава говорит и призывает нас к служению жертвенному. Там написано, чтобы мы принесли тела наши в жертву. Вы представляете, как это? Самого себя, своими собственными руками, принести себя в жертву. Ну как это в современном мире? Ну кому такое понравится? Об этом написано в Библии. И дальше подчеркивается, друзья, лень, христианская лень. Написано в усердии не ослабевайте. Давайте посмотрим новый перевод. Написано не ленитесь, next slide, в служении Богу. Интересно. Не ленитесь в служении Богу. Хочется сразу сказать это не о нас. Следующий стих. Но будьте ревностны и усердны. Проявляйте терпение в беде. Помогайте людям Божьим в их нуждах. Будьте гостеприимны. Интересно, призыв идет пламенейте в духе. Be fervent in spirit. А как это пламенеть в духе? Что значит в духе быть таким живым, горячим, пламенеть? А дальше идет объяснение, как это работает на практике. Духом пламенейте и дальше как? Господу служите. Не ходите просто в церковь, а Богу служите. служите. И дальше у нас ответ для Бога. Господи, но если бы ты знал мое состояние. Господи, у меня сейчас такие скорби, такие проблемы, я прохожу. Я думаю, что как никто, Бог понимает вас. Бог понимает вас лучше, чем другие. Даже когда вас другие говорят, я вас понимаю, я тебя понимаю. Какое ты понимаешь? если ты не хоронил, как ты можешь понимать? Но Бог понимает. И вот смотрите, здесь Бог говорит к людям, внимание, в скорби, в сезон самый мрачный, самый тяжелый, самый трудный, в скорби, Господу служите, утешайтесь, в скорби терпите. И дальше, ну окей, терпим, ну ладно, в скорби. Принимайте участие в нуждах людей. Так подожди, так я в скорби. А, ты в скорби, ну ладно, тогда не надо, тогда сезон такой, тогда все понятно. Если мы в проблемах, если у нас личные какие-то трудности, то мы понимаем, что мы понимаем. Должны все нам служить. Нас должны утешать, нас должны понимать, нас должны любить, нас должны не обижать, нам должны уделять внимание, нас должны любить, носить, а я как? А я в скорби. Я в проблеме. Если бы вы знали мои проблемы, так вот Писание обращается к тем людям, которые находятся в этом зале, в эфире, в церкви, кто в проблемах, кто в беде, кто пламенеет в этот сезон, именно в трудное время, друзья, пламенейте духом. Пламенеть духом, это значит, что есть другие варианты, когда состояние человека, когда состояние нашего духа, оно не пламенеет, не горит, потух человек, раскис, поломался, потух в духе, погас. А когда мы пламенеем, то это, знаете, как влюбленный парень, он носится, бегает, ну что же еще сделать для моей любимой девушки. Или как молодая девушка, она тоже думает, ну как еще послужить и удивить моему любимому. Понимаете, да? А когда уже человек так подостыл, кто там бегает? Ну вы согласны, кто там бегает, за кем и зачем? Там уже совершенно другой уровень отношений. Точно так же и по отношению к Богу. Поэтому, друзья, состояние наше независимо в каком сезоне жизни, Писание призывает нас, чтобы мы служили. У нас, кажется, у нас есть право не служить. Легальное право, нас люди поймут, потому что мы в таком состоянии тяжелом, что все поймут и Бог поймет. Сто процентов Бог понимает. И поэтому именно тебе и говорит, вставай и двигайся в правильном направлении. Служи. Тебе это поможет выйти из этого сложного сезона твоей жизни. Иначе задохнешься от саможалости. Self-perry will destroy you. Поэтому давайте будем стремиться к тому, чтобы двигаться в нашей жизни. Есть такой статус в Библии как вдова. Кажется, не очень все завидуют этому статусу, но именно к ним кажется тоже такой сезон жизни трудный. И Писание именно к таким людям в трудностях тоже обращается. 1 Тимофея 5 глава 10 стих. Написано она должна быть, то есть вдова, должна быть на основании Писания критерий известная по добрым делам. Друзья, вы слышите о ком идет речь? Известная по добрым делам. Вау! Окажется, ей не надо добрых дел делать, должны все ей дела делать. Чтобы она должна принимать странников, омывать ноги святым, она помогала бедствующим, новый перевод, совершала добрые дела, проявляла гостеприимство, помогала тем, кому трудно. И это вдова. Но давайте остановимся на вопросе гостеприимства. Здесь Писание призывает вдовы, будьте гостеприимны. Как вам кажется, какое обычно в общем материальное положение у вдовы? В большинстве это небогатые люди, вы согласны, да? Обычно вдовам помогают, вдовам дают деньги. Это нормально. Но здесь Писание призывает именно людей в таком статусе, снова подчеркиваю, в скорби, в сезоне трудном жизни, чтобы они были гостеприимны. Цель, в принципе, идея не меняется. Смысл в том же, просто служи людям, уделяй внимание, замечай других. И кажется, у них ни денег на это нету, ни может быть здоровья на это нету, может быть еще какие-то причины. И Писание именно к этому призывает вот эту категорию людей. Смотрите, повторяется, подтверждается та же мысль, как бы трудно тебе не было, как бы одиноко тебе не было, как бы ты не был побит и порезан, вставай и ходи. Служи людям. Убери фокус себя и направь фокус на Христа и ты там обязательно увидишь в его глазах любовь к людям. Ты начнешь служить другим людям. Ты будешь просто приглашать к себе на чай, возможно. Возможно, просто будешь какие-то маленькие действия делать, но от чистого сердца, с чистым мотивом. Бог это очень высоко оценят. Кажется, ей можно не служить, но это по-человечески такое определение. Смотрите, 1 Тимофея 5,6 написано снова об этой же вдове, идет речь, а сластолюбивая заживо умерла. Не сильно может быть понятно, что это имеется в виду. Смотрите, в новый перевод написано, если вдова живет ради своего удовольствия, то ее можно считать заживо умершей. Аж хочется извиниться за то, что я прочитал. Ну как? Такие слова написаны в Библии. Вы понимаете, друзья? Widow who lives only for her pleasure is spiritually dead. Это вот, мертвые органы в теле. У нас могут быть причин, куча, почему мы не служим. Библия называет это очень просто. Мертвые члены церкви, мертвые в теле, органы не работают. Бывает, что, знаете, некоторые части тела парализованы. Если рука парализована, ты все равно ее за собой носишь. Она уже никакой пользы, но ты ее носишь за собой. Вот так бывает и у верующих людей в жизни, в церкви. Годами, десятилетиями, мы ходим, мы привыкли, мы думаем, что это нормально, но хочется кричать. Писание говорит, это ненормально, это ненормально. Для верующих людей это ненормально. Если вы, друзья, видите, что в Писании Бог призывает даже вдов служить, даже людей в скорби служить, то как вы думаете, как насчет людей остальных всех? Если вас одолевает уныние, вот вам еще один рецепт лечения. 2 Коринфянам 4.1 написано, посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. А давайте попробуем прочитать этот стих наоборот. посему, по милости моей, не имея никакого служения, мы унываем. А когда мы не унываем, написано, когда мы имеем служение, а служение это активный образ христианской жизни ради других, когда мы не только живем ради себя, когда мы умышленно и постоянно, помните, вот это ключевое слово, умышленно и постоянно, мы можем эмоционально отреагировать на какую-то нужду, но это не есть стиль твоей жизни, это не есть цель твоей жизни, это не есть твой DNA. DNA это я живу для себя и своими проблемами. Но когда мы получаем это откровение от Бога, у нас в нашем agenda каждую неделю или месяц мы знаем, я хочу быть живым, в теле Христовом, я хочу тоже пользу приносить в теле Христовом, я не унываю, потому что мы имеем служение, поэтому мы не унываем, мы переводим фокус себя и направляем его на других и на Бога. вот это был шестой пункт, почему люди иногда не служат причиной, потому что оправдывают себя в том, что мы проходим сезон скорби. Я хочу вас утешить и ободрить, друзья, и в этот сезон Бог способен вас утешить и один из практических выходов это начинайте служить. Я помню, как мой отец умер и я помню, как моя мама сказала, это был такой сезон, где она много плакала, много плакала, и она однажды сказала очень сильные слова, я не знаю, если она даже сама осознала, что она сказала, она сказала, что, знаешь, Богдан говорит, я решила, я не буду просто сидеть на диване и читать газеты, не буду просто сидеть вот в депрессии, я говорю, я буду служить Господу. Вот это пожелание для всех, кому очень тяжело живется и дышится. Не просто сидите, а начинайте действовать. Седьмая, последняя причина, почему люди не служат Богу, это самолюбие или лень. Если вы посмотрите на этот список, то я думаю, все остальные причины их легче принять, кроме последней. Последняя, под номером 7, я эгоист, да нет, это не я, у меня лень, да ну, ну, имеется в виду в христианской жизни. Я знаю, что у нас энергии для себя хватает, для своих целей. И смотрите, что написано в Писании, 2 Тимофея, 3 глава, 1 стих. Знай же. Внимание, знай, это значит запомни, знай. Сегодня всем нужно знать, что в последние дни наступят времена тяжкие. Будет ковид, будет голод, будет плохая экономика. Так в Библии не написано. Наступят времена тяжкие, тяжелое время будет. И дальше написано, люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды. И дальше еще длинный список, который я не читаю. Смотрите, когда люди определяют тяжелые времена, как мы это определяем? Нет денег, нету пищи, нет здоровья. Смотрите, как Бог определяет тяжелые времена. Это Писание, это не просто мои какие-то там философские размышления. В Библии написано, тяжелое время будет. Будет тяжелое время для людей. И вот как Бог определяет. Люди будут эгоисты и будут любить деньги. Все. Кстати, по приоритетам в списке, там, кстати, длинный список, там дальше написано, что люди будут неблагодарны, родителям непокорны, жестоки и так далее. Но здесь первое написано, люди будут себя любить. Ради себя будут жить. Не будут видеть дальше, чем своя калитка и свой забор. Люди будут эгоисты. И люди будут любить деньги. Это очень тяжело признать этот диагноз. Это не значит, что работать нельзя. Но когда мы работаем так, что на другое время просто не остается, ведь в основном же люди не служат церкви только потому, только из-за занятости, правда? Для большинства здоровых это из-за занятости. И здесь, друзья, снова итог самолюбив деньги, а на остальное нет времени. Время, оно то есть, но оно просто уходит или тратится на другие вещи. И вот мы с вами все попадаем, как верующие люди, на этот кораблик, на этот круз. Может быть, вы когда-то плавали, на фотографии сейчас увидите себя, и вам уже приятно станет. Видите, как иногда мы по жизни плывем. и у нас только один вопрос ко всем верующим. Мы плывем или мы гребем? Ведь это же честный вопрос. Я извиняюсь, что он не совсем удобный, но я имею в виду в церкви. Мы плывем или мы гребем? Это только нужно Богу ответить и самому себе. Просто честно сказать правду. Вспомнить все сезоны, вспомнить все причины, все оправдания и просто тихоньку сказать «Господь, спасибо тебе, что ты еще до сих пор говоришь в мой дух». Это же наоборот привилегия, это хорошо. Бог ревнует о том, чтобы люди были заняты. Смотрите, друзья, Агея, первая глава шестого стиха написано «Вы сеете много, а собираете мало, зарабатывающие зарплату зарабатывать для дырявого кошелька. Ожидаете много, у нас есть планы, ожидания, а выходит мало. Что принесете домой, то я развею. За что? Господь Саваоф отвечает «За то, что мой дом в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». Идти к себе домой это нормально. Но здесь призыв Бога к тому, чтобы люди не жили только ради своего дома. И не бежали, и не вкладывали только в свой дом. Потому что твой дом, твой банковский счет, твой каждый вздох может за один день поменяться. Просто in one day все может поменяться. Все может сгореть. Недавно разговаривал с одним человеком из Калифорнии. Когда там были пожары, у него сгорело все в один день. Кто думал, кто мечтал? В один день все просто ноль. Ни дома, ничего не осталось. Но каждый бежал, вкладывал, считал скверфиты, как-то увеличивал, украшал. Все кажется нормально, как люди на земле. Но когда мы забываем за дом Божий, когда мы забываем за христианские ценности, к чему мы призваны, то здесь, в этом месте Писания, Бог предупреждает и меня тоже. Я не говорю это, знаете, друзья, с таким вот, что вы такие, я тоже, мы же все люди на земле. Это говорится ко всем нам людям, чтобы нас не занесло, чтобы мы не забуксовали в жизни, чтобы мы не жили только ради своего дома. Иначе Библия предупреждает, предупреждает и Бог объясняет причины, почему вроде бы вкладываешь уставший, замученный, а все как бы и смысл жизни кажется, и счастье только снится. И работаешь, и пашешь, как хочется сказать, брат, сестра, ну просто расслабься. Никогда ты всех денег не заработаешь. Никогда все проблемы не решишь. Ну хоть чуть-чуть, хоть одной ногой вступи в сезон, я служу Богу. Хоть попробуй этот сезон жизни. Я служу Богу. Ведь жизнь так быстро пролетает. И Бог нам называет причины. Вы знаете, друзья, что праздность или же лень, она осуждается Писанием. Давид он знал Бога, он знал все как правильно, но когда однажды он в своей жизни расслабился, помните, то он так все всегда был в деле, всегда в форме, воевал, а тут он решил, ну как бы брейк, возьмем паузу, возьмем сезон, мы пока не служим. И сразу же попал в беду, в проблему. Помните его грехопадение Давида. Но вы знаете, друзья, человек так создан, что он все равно будет чем-то заниматься, все равно он будет чем-то заниматься. Мы по своей натуре как сыщики. С утра встал и уже ищешь, что ты будешь делать. С самого утра у тебя сразу мозги крутятся тысячу раз в секунду, что одеть, что покушать, куда пойду, что сделаю. Сидим в церкви, а уже планируем, что будем делать после церкви. У нас всегда мы заняты, даже нашими мыслями. Поэтому мы будем по-любому чем-то заниматься. Если мы не будем заниматься служением, помимо таких необходимых дел, как работа, в меру, то мы будем заниматься либо инстаграмом, туда будет время уходить, либо будем смотреть вайбер, новости, фильмы, ютюбы, работать будем очень много, и на другое просто не будет времени. Просто его не будет, потому что мы его в другое место вложили. Поэтому, друзья, когда мы оправдываем себя, оправдываем себя, почему мы не служим, то даже люди иногда понимают, что причина или корень проблемы не в том, что мы себе внушаем, а тем более это понимает Бог. Я хочу вам рассказать свидетельство одного человека, вы сейчас увидите его фотографию, его зовут Дэвид Геббс. Вы можете услышать это свидетельство подробно на ютюбе, оно, кстати, даже есть по-русски. Очень захватывающая история одной женщины, как она в ее состоянии служила Богу. Эта семья, они жили очень хорошей христианской жизнью, они были очень активны в служении, и вдруг однажды ее Давида, мама, я не знаю точно, в каком году произошла эта история, однажды ее мама, она на кухне села и больше никогда не встала. Этот сын рассказывает эту историю и он говорит о том, что в их жизнь пришла страшная пора. На маму напала болезнь, которая называется полиомелит или позвоночный менингит. Пораженная нервная система, пораженный позвоночник, человек почти парализованный, испытывает сильные боли. Мама попала в госпиталь и была там почти два года, имея детей, дети ее не видели все это время. Давид, этот проповедник рассказывает, что он обиделся на Бога, ведь у них была очень благополучная христианская семья. Когда пришло время и они смогли попасть в госпиталь и встретиться с мамой, то мама не могла повернуть шею. И Давид снова возмутился и сказал Господи, ты у нее забрал руки, она была пианистка, ты у нее забрал ноги, она уже не сможет никогда ходить, хотя бы оставил бы ты ей шею. Когда маму развернули на коляске, Давид сказал, что наши мамы умеют читать наши лица. И первые слова, что мама сказала, когда она увидела своих детей, она сказала, Давид, даже не вздумай. Он говорит, она прочитала мое лицо, она сказала, даже не вздумай упрекать Бога, даже не вздумай обижаться на Бога, не думай в ту сторону. Когда мама вернулась домой на инвалидной коляске, их папа собрал всех детей, семью и сказал, у нас сейчас будет служение. Они это практиковали регулярно с детьми. После их семейного собрания папа предложил, чтобы каждый поделился своими молитвенными нуждами, чтобы мы могли помолиться друг за друга. и мама сказала, пожалуйста, помолитесь обо мне, чтобы я могла что-то сделать для моего Бога. Давид снова возмутился внутри и сказал, мам, это невозможно. Но отец помолился о ее нужде. Прошло некоторое время, в их город приехал один проповедник, пастор, и сказал, что мы в этом городе начинаем новую церковь. Я услышал о вашем состоянии. Я просто приехал вас посетить и за вас помолиться. О чем бы вы хотели мисс Гибс, чтобы я о вас помолился? И мама сказала, пожалуйста, помолитесь обо мне, чтобы я могла что-то сделать для моего Бога, чтобы я могла ему послужить. Проповедник помолился и после этого сказал, у меня, кстати, есть одна идея, если вы желаете, сомневаясь, он сказал, вы можете помочь нам в воскресной школе с детьми. Хотя, если честно, у нас даже детей пока нет, у нас вообще даже и людей нет, но если вы желаете, я верю, что Бог может употребить даже вас. После этого мама сказала, всем своим детям и своей семье, мы начинаем ходить в эту церковь, мы будем там служить. Прошло несколько недель, не добавлялись дети в эту церковь. Через несколько времени там было только шесть детей, и мама говорит, Давид, мы должны детей находить и привозить в церковь. Давид сказал, мама, но у нас есть две проблемы, я не знаю, как мы это сделаем. Первое, у нас нет денег, второе, у нас нет автобуса, третье, у нас нет водителя. Мама сказала, я знаю, что в нашем городе есть одна автобусная компания, повези меня туда. И снова мама читает лицо своего сына. Давид, вы знаете, возмущается внутри, мама, ну пожалуйста, но ты уже молодец, ты уже герой в моих глазах. Он берет свою маму и везет ее в автобусную компанию. Когда они выходят из машины, из-за того, что мама парализованная, она падает там на парковке перед этими, в этой компании. И от боли начинает стонать. Она просит Давиду дать ему время, дать ей время полежать, отлежаться и прийти в себя. 45 минут она лежит на парковке. Потом Давид ее поднимает и говорит, мам, поехали домой. Мама говорит, нет, Давид, вези меня в ту компанию. Они заходят в этот офис, ресепшнист, это тот, кто встречает там, говорит, мэм, как я могу вам помочь? Вы хотите арендовать автобус? Она говорит, нет, я хочу автобус бесплатно. Эта ресепшнист говорит ей, мэм, извините, у нас так в компании не делается, я не знаю, как вам могу помочь. Она говорит, позови мне менеджера. Приходит вице-президент, vice-president и говорит, мэм, чем я вам могу помочь? Она говорит, я хочу у вас взять автобус. Он ей говорит, извините, леди, но я уже в этой компании, не помню, сколько лет, мы такого никогда не делали. Я не могу вам дать автобус. Мама спрашивает у вице-президента, ты владеешь этими автобусами? Он говорит, нет. А секретарша смеется, говорит, he acts like he owns these buses. Он типа ведет себя, как будто он ими владеет. Мама говорит, я вас понимаю, вице-президент, почему вы мне не можете их дать? Вы же ими не владеете. Позовите мне владельца. Приходит овнер компании, владелец. Она ему звонит, а владелец говорит, скажи этой лейде, что мы автобусы бесплатно не даем. А секретарша ей отвечает, ты и сам об этом скажи. Она на инвалидной коляске. Владелец спускается вниз, смотрит на эту женщину и говорит, давайте не будем тратить времени, мы автобусы бесплатно не даем. Мама говорит, ну пожалуйста, начинает его уговаривать. И дальше владелец говорит, знаете причина, почему я спустился? Не потому, что меня позвала секретарша, а потому, что говорит, вы даже себе не подразумеваете то, что то, что случилось, случилось прямо у меня под окном. Когда вы упали с вашей коляски на асфальт, это было прямо напротив моего офиса. Я слышал, как вы кричали от боли. Я видел, как вы лежали там на асфальте. У меня к вам только один вопрос. Скажите, пожалуйста, откуда такое большое желание? Зачем вам этот автобус? Она сказала, я хочу детей собрать и привезти в церковь. Владелец компании говорит, мэм, я такого никогда в жизни не делал. Даже если бы я вам дал автобус. Но скажите, кто будет водитель этого автобуса? И эта женщина ответила, вы знаете, вы правы, мне нужен не только автобус, мне нужен ваш водитель. Владелец говорит, хорошо, я вам дам автобус, я вам дам водителя, только на одну неделю. Давид, сын, берет уже коляску, хочет ее развернуть, чтобы уезжать, и мама говорит, wait, подожди. Она говорит, у нас город слишком растянут, районы очень отдаленные, нам нужно два автобуса. Мама снова читает лицо своего сына, и ей хозяин отвечает, говорит, если бы мне кто-то сказал пять минут назад, что я когда-либо соглашусь на это, я бы в жизни, я бы подумал, что я сумасшедший, но я вам дам два автобуса, я вам дам два водителя на одно воскресенье. и дальше он рассказывает, что в последующее воскресенье на протяжении нескольких лет этот владелец компании давал им автобусы больше, чем два, и разных водителей, которые свозили людей в церковь. В той церкви она смогла собрать пять тысяч детей в разное время за этот весь период. она еще загоняла водителей в церковь, говорила им тушите сигареты и быстро в церковь. Они все сопротивлялись, возмущались, но она говорит, они все гуськом, как гуси, за ней, за инвалидной коляской шли в церковь. Моя сила, написано в Писании, проявляется в немощи. Помните это местописание? Написано, что сила моя проявляется в немощи. Моя сила works best in weakness, your weakness. И дальше владелец этой компании написал ей письмо и сказал, мэм, самое лучшее, что произошло в моей жизни, это вот эта встреча моя с вами в тот день, когда вы попросили у меня автобус. Сегодня, говорит, вся моя семья спасена. Мой бизнес, он работает. Мои водители некоторые пришли к Богу. Послушайте это свидетельство. А теперь вопрос ко всем, кто ходит ногами, руками, кто живой, у кого позвоночник еще работает. Друзья, неужели мы имеем моральное право не служить Богу? Если люди, которые парализованы, которые шею не могут повернуть, которые служат Богу, находят свою миссию, они не были на сцене, возможно, о них никто не узнал. Тысячи детей пришли в церковь к Богу из-за одной парализованной женщины, которая в своем сердце решила, я буду живым органом, я буду служить Богу, я буду жить ради Бога. Филиппинцам 2,13 написано, Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению. Бог дает тебе желание, Бог дает тебе силу. По-английски написано, God is working in you, giving you the desire. Бог дает тебе не только желание, но Бог даст тебе и силы. God is giving you the power to do his will. Бог тебе и силы даст. Он откроет двери, все вот эти владельцы, они все будут в шоке, потому что ты в своем сердце положил, я буду служить Богу. Если ты, брат, сестра, давно уже не чувствовал вот этого желания в сердце, что я не имею вот этих побуждений, вот этих желаний исполнять твою волю служить Богу, это не значит, что Бог перестал говорить. Бог тебе об этом говорил, Он эти сигналы посылал, это была Его идея. Я просто мессенджер, который напоминаю о Божьей воле для верующих людей. Но знаете, почему давно ты не слышал этого голоса? Потому что если ты будешь меня просить что-то три раза, а я не буду реагировать, я буду игнорировать, то ты перестанешь меня просить. Точно так же и Бог. Он нам обязательно говорит, обязательно посылает вот это побуждение в сердце. Живи не для себя, заботься о других, исполняй Божью волю. Наша церковь, друзья, очень умышленно, мы сейчас, это наше видение, вовлечь людей в служение. Кто в церкви живой поток, добро пожаловать. Я хочу вас всех призвать, давайте будем живыми, активными. Если вы приезжаете в церковь, живой поток, я вас приглашаю для работы, не просто сидеть. Я не хочу употреблять это слово потребители. Я хочу, чтобы мы были живыми. Поэтому мы создали платформу, целую систему, чтобы помогать людям вовлекаться в служение. Вот этот код, который вы видите на экране, там есть список служений, в которых я приглашаю всю церковь. Вовлекайтесь, подключайтесь в служение. Это будет в коридоре. Вас на выходе будут ожидать люди, которые вам помогут. Независимо от вашего возраста, сезона, вовлекайтесь в служение. Если парализованные люди могут, мы не имеем права, у нас нет оправданий. Что из этого списка, если можно показать семь пунктов, что нам мешает служить Богу? Из этих семи пунктов, какой мне мешает? Сфотографируйте это, подумайте, помолитесь, придите к Христу и скажите, Боже, как я тебе послужил в этом месяце? В несколько месяцев назад, чем я послужил? Какая польза от меня, Боже? Скажи мне, открой мне. Если ты недавно присоединился к церкви, я призываю тебя, отдыхайте недолго, иначе привыкнете. Многие уже привыкли, из этой зоны комфорта их не выгонишь. Вовлекайтесь в служение, друзья. Я благословляю вас и хочу сказать, что когда вы по-настоящему встречаетесь с Иисусом Христом, вы обязательно будете действовать. Мой последний пример. Помните, Павел встретился с Иисусом Христом? Какой был у него вопрос? Павел встретился с Иисусом Христом? Какой был у него вопрос? Первый вопрос, кто ты, Господи? Кто ты, Господи? Какой был второй вопрос? Что повелишь мне делать? Вот это настоящая встреча с Иисусом Христом. Как результат всегда побуждает к действию. Сегодня я всех призываю на встречу со Христом. Призываю в Его присутствие. Когда Исаия туда попал, Господи, пошли меня. Take me, Lord. Use me, Lord. Меня, Господи, употреби. Вот что значит Божье присутствие. Это не просто мне хорошо. Это не просто мне легче. Это Господи, как бы мне не было, я буду жить ради Тебя. Поэтому, друзья, включайтесь. Приходите в Божье присутствие и действуйте во имя Иисуса Христа. Если вам кажется, вот я выберусь со своей проблемой и начну служить, может быть, сегодня Бог говорит тебе и ждет, чтобы ты начал служить сейчас. И тогда ты побыстрее выберешься со своей проблемой. Уступи Богу, скажи Ему да, я приглашаю тебя в Его присутствие. Аминь.